Друзья, всем привет! В этом видео мы расскажем вам о очках для фридайинга, для глубинного ныряния от компании Octopus. Расскажем, как они работают и кому пригодятся. Присаживайтесь поудобнее, наверное, будет интересно. Друзья, наверное, каждый из вас проходил курсы по фридайингу и на самых первых занятиях вам говорили о том, что во фридайинге нырять в очках категорически нельзя и то, что это прямой путь к баротравме глаз. Но не все так просто и на самом деле те, кто ныряет глубоко, иногда ныряют и в очках тоже. С одним лишь отступлением, что при нырянии в глубину фридайверы заливают в очки воду для того, чтобы там не было воздуха. У такого ныряния есть один существенный недостаток. Когда мы заливаем воду в очки или в маску без носа, не имеет значения, мы перестаем нормально видеть. Вода имеет коэффициент преломления. Попробуйте нырнуть под воду просто без очков с открытыми глазами, все видно очень-очень плохо. Вот такой же эффект происходит, когда мы наливаем воду в подмасочное пространство маски без носа, либо в очки. Видеть становится очень плохо, только силуэты, все размыто, неразборчиво, как бы некомфортно. И специально для таких фридайверов компания Octopus выпустила специальные очки с линзами, в которых при наполнении водой мы начинаем видеть нормально. Но при том, что когда мы их используем без воды, тоже видно очень-очень плохо. По бокам, по периферии еще хоть что-то видно, а вот в центре не видно вообще ни черта. Когда нужны такие вообще очки? Давайте подумаем об этом. На мой взгляд, есть у них применения, хотя и не очень широкие. Например, средний фридайвер, который живет в России и который даже ныряет на глубину не в маске, а с зажимом, Скорее всего, выберет ныряние в полумаске без носа, просто потому, чтобы его лицо было максимально защищено маской. Потому что, скорее всего, нырять он будет не в очень теплой воде. Поэтому ныряние без очков или в очках, это как бы не очень просто будет комфортно. Например, поехали мы на море нырять, и тогда нас уже не волнует проблема холода, вот, вода теплая. В целом, если мы ныряем зажимом, то можно нырять и без очков вообще. Ну, единственное, что есть два момента у такого ныряния, для меня лично. Это первый момент, что видно фигу, плохо видно даже трос. Чего уж говорить о том, чтобы увидеть что-то чуть дальше. Только силуэты, только, ну, какие-то тени, больше ничего. Еще мне не очень нравится нырять просто с открытыми глазами. Из-за того, что в море иногда бывает, встречается планктон или какие-то медузы или еще что-то. На Кипре в этом году были просто очень неприятные случаи, когда при нырянии без маски что-то начинало обжигать, и нырялку приходилось заканчивать, потому что боль была просто невносимая. Все вокруг глаз, короче говоря, щипало. И больше на Кипре я старался не нырять без маски, без очков. Всегда что-то одевал. В общем, вот для таких случаев при нырянии в теплой воде, когда нужно нырять зажимом, но вы хотите по-прежнему все нормально видеть под водой, вот можно использовать такие очки. И я думаю, что ваше ныряние будет более комфортным, чем просто с открытыми глазами, потому что вы будете видеть все, что происходит вокруг вас, сможете как-то принимать более четкие решения, и, наверное, ваш фридайвинг будет при этом более безопасным. Вот так я вижу использование такого изделия от компании Octopus. Стоят, кстати говоря, эти очки примерно 8,5 тысяч рублей. Недешево, скажем честно. Но если, повторюсь, вы занимаетесь глубинным фридайвингом, если хотите иметь топовое снаряжение, то, пожалуй, это то, что вам нужно иметь в своем арсенале. Компания Octopus производит такие очки в двух цветах. Это вот в синим, как здесь у нас. И есть полностью еще прозрачные очки, просто из прозрачного материала. Вот так, друзья, о глубинных очках от компании Octopus. А теперь, пожалуй, друзья, возьмем эти очки в бассейн, для того, чтобы попробовать, как на самом деле в них видно, хотя бы в бассейне, и расскажем об этих ощущениях вам. Субтитры создавал DimaTorzok